Вия, ты что сидишь бездельничаешь? Нам столько контента надо на Новый год для подписчиков сделать. Ты что тупой? Какой контент? Тут экстренные новости. Экстренные новости. Не смотрел? Не слышал? Нет. В лесу Пермского края упал вертолет. Его обломки все еще не были обнаружены. В настоящий момент есть инфа сотка, что в этом вертолете миллионер перевозил айфоны, купленные в Европе. К сожалению, пилот попал в воздушную аномалию и потерпел крушение недалеко от леса. А месте крушения могут находиться те самые айфоны миллионера, которые пока что никто не нашел. Короче, их там не менее 100 штук. Ты слышишь? Это, короче, это я подписан на канал новостной, самая там стопудовая инфа всегда выдается. Помнишь, помнишь это в прошлый раз вот в этом видеоролике нам рассказали про другую, про другое такое событие, и это все оказалось правдой? Ну да, помню. Так а что мешкать? Нам надо срочно собираться и... А куда собираться? Она координаты-то не сказала. А, так она, конечно. Если бы все знали, где эти координаты, где эти айфоны уже растащили бы, как те пьяные деревенские тогда. Поэтому они больше координаты не говорят. Но, если это было где-то у нас в Термском крае, и он был рядом с лесом, и там якобы какая-то воздушная аномаль, то я, возможно, знаю это место. Я ведь эксперт по аномалям. Пойдем со мной. Я тебе говорю, возьмем все поисковое оборудование, зарядим экспедицию и найдем более 100 айфонов. Так, обязательно берем с собой металлоискатель. Берем куда? На пточку. На крае много лесов. Ты вообще не знаешь, куда он мог упасть. Я предполагаю, куда он мог упасть. В один из ближайших лесов, где происходят различные аномалии. Так, нам понадобится с собой велик, как думаешь? Нет. Да, ты прав, сейчас же зима. Так, тогда... О, точно, нам понадобится вторая машина, куда мы загрузим все эти айфоны и уедем оттуда на ней, потому что в одну-то 100 айфонов не влезет. Возьмем с собой вот этот дронулет. Нет, не возьмем. Давай сначала просто найдем, походим. Если инфа сотка действительно, то потом уже возвращаемся. Ладно, ты прав, да, времени нет. Ну, все, багажник собрали, все для экспедиции плюс-минус есть. Конечно, никогда не стоит готовиться к экспедиции так экстренно, но мы должны торопиться, чтобы дойти айфоны. Погнали. Все, машина прогрета. Давай, погнали, выезжаем. Я настолько торопился, что перчатки даже разы и надел. Ну да пофиг. Поехали. Ну а пока мы едем с вами в экспедицию, я бы хотел вам рассказать про одну прекрасную новогоднюю новость. У всем известной компании Vivo вышла новая серия V25. Здесь представлены такие модели, как V25 Pro, V25E и просто классический V25. Посмотрите, вот за что я люблю Vivo, так это за их стильный дизайн. Но в частности хочу вам рассказать про V25 Pro. Это дикий флагман и очень мощный смартфон. Его фишка это супер яркий и супер плавный экран на 120 Гц. А еще он 3D, то есть изогнутый и красивый очень. За что еще я люблю Vivo, так это всегда за жирную комплектацию. Не то что у конкурентов. Тут открываешь коробку и тебе все сразу есть. И чехол со всем необходимым. Я имею ввиду и чехол, и даже наушники, зарядный провод, переходник. И ребята, вот это просто монстр зарядка. Это 66 быстрая зарядка, которая идет в комплекте. И которая ультра быстро заряжает вот этот вот смартфон. Vivo V25 Pro не просто так называется. Он оснащен очень мощными камерами на 64 Мп с гибридной стабилизацией. Фотки реально получаются четкие, отпадные даже при низком освещении. Как видите, у нас в ангаре довольно-таки темновато. Но все равно фотографии получаются четкими, с большой возможностью зуммирования. Это простой стандартный режим. А вот здесь я сфоткал его в портретном фоторежиме. Ну блин, просто сочная фотка. Как будто бы реально сделана на профессиональную фотокамеру. И еще V25 серия оснащена фотохромным стеклом. В некоторых дизайнах на задней панели. Вот все оснащены, кроме этой модели. Но она прошка, ей можно просить. Хотя и у нее тоже есть версия в цвете, которая называется... Вот это так вот, лазурный берег. И там тоже есть вот эта фишка. Но эта фишка есть вот на младших моделях. Видите, как красиво они переливаются. Просто какой-то шик. То есть всегда под разным углом телефон выглядит абсолютно по-разному. Это реально фишка всегда. У Vivo всегда есть какая-то фишка в дизайне, которой больше не было ни у кого до них. Когда-то мы обозревали их смартфоны. Я самым длительное время пользовался. Там телефон вообще менял цвет, как хамелеон. При попадании на солнце, например. Так что, если задумываетесь о смартфоне и не знаете, куда смотреть, я всегда всем своим друзьям и подписчикам, конечно же, и зрителям всем-всем-всем рекомендую смартфоны Vivo. Надежные, работают долго. У половины моей команды эти смартфоны. И никто не жаловался. Наоборот, все радуются. И все современно, круто и работает так, как надо. И еще и плюс есть эксклюзивные фишечки. Ну, а еще главная крутая новость заключается в том, что Vivo сейчас разыгрывает эти самые смартфоны V25 серии. И также еще целое множество подарков своей группе ВКонтакте. И еще можно успеть поучаствовать. Так что, если хотите себе крутой подарок от Vivo, то обязательно переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на их группу ВКонтакте, выполняйте все правила для розыгрыша. И кто знает, возможно, новогоднее чудо случится именно с вами. Ну вот, мы и приехали в самый аномальный лес из всех, что мне известен. Сейчас еще мы идем по тропинке, а дальше там начнется глухой лес, где нету ничего вообще. И, по моим предположениям, здесь-таки действительно присутствует воздушная аномель. И, возможно, из-за этой аномели пилот вместе с миллионером и целой сотней айфонов где-то и грохнулся. Во-первых, мы должны поторпиться. Возможно, мы еще сможем кому-то помочь. Так что все, давай. Пока ничего мой металлоискатель не видит нигде. Конечно, не видит. Что? Потому что мы должны искать не в сугробе, и не что-то маленькое. Мы должны найти целый вертолет. Понимаешь, мы просто хоп, вот видно вертолет. Да, да. Потому что он гигантский. А не здесь что-то мелкое искать. А сейчас я тебе, клоуну, объясняю, как работают вещи в этом мире на самом деле. Вертолет, он, скорее всего, летел снизу, чтобы экономить топливо, чтобы не тратить размах на набор высоты. Потому что, сам понимаешь, что айфонов, они весят дофига. Плюс два человека, миллионер и пилот. Веса в этом вертолете было дофига. И, поскольку он летел слишком низко, он попал в воздушную аномель. И от этого цепанул винтом или какой-нибудь другой частью вертолета дерево. И почему, я думаю, здесь начал искать? Да вот почему. Дерево свежеобваленное. Причем, ну, видишь, оно только грохнулось на соседние деревья. Я считаю, что вот здесь, вот здесь-то вертолет и зацепил это дерево. Но он не рухнул. Он не рухнул, как ты думаешь? Дальше полетел, да? Отдохнул и... Нет, от удара он мог потерять контроль. Но прилететь еще мог километры в падении, понимаешь? Поэтому я решил начать поиск здесь. О, что это? Где? Вон там, за тобой. Ветка упала. Ага, вот рядышком ничего нету. А именно на этом месте еще и какая-то ветка. О, смотри-ка что. Это железная ветка, да? Ё-моё, ты чё, оператор, смотри. Я прям как в воду глядел. Видал? Да зеленая деталь получается от этого, от вертолета. Задняя вот эта вот часть. Чтобы направлять... Ну, пусть фотографию монтажер поставит в конце концов. Вот. Направлять потоки воздуха. Да-да, здесь еще и крепление было, но оно сгнило. Гнилой вертолет. Ну, неудивительно, что он рухнул-то так. Капец. Вообще весь ржавый. Ну, хорошо. Это значит, что если здесь он цепанул, сюда она упала, логично, да. Вот, примерно так оно и есть. То идти нам нужно дальше, чтобы найти другие части этого вертолета. Они могли вообще хоть где упасть. Там от скорости зависит все, от высоты. Тут вообще могло разбросать. Согласен. Но я предлагаю пойти туда. Меня прям предчувствие мое, шестое чувство тянет туда, третий глаз. Короче, смотри, я прям как в воду опять глядел, все сходится. Здесь уже лыжники ходили, искали что-то походу. Причем свет-то довольно слежий. Ой, что я сказал? Свет слежий, я сказал. А надо свежий след. Наоборот. Вот, мы прямо под этим деревом, где, я считаю, был первый контакт у вертолета с этим самым. Так что смотри внимательно в оба. Во! Вон! Ха-ха! Надо вот эти дырочки очень внимательно осматривать. Так, вон там. Ага, сигнал отличный. Опа, что-то уперся. Ага. Большое, слушай. Ну и тяжелое. Тяжеленькое такое. Что это? Круглый блинчик какой-то. А, нет! Ха! Это колесо от шасси. Какое шасси у вертолета? Ты что, вообще что ли? Колеса? Вертолеты бывают с колесами. Они на подставки садятся. Че? Че более у миллионеров. Железные подставки. Монтажер, пожалуйста, фотографию вставьте вот эту. Ну, так это... Я-то увидел. Так если... Если это дешевый вертолет, бичевский, бомжарский, у него нету колесиков, а у больших, у мощных, миллионерских, мажорских вертолетов, вот монтажер вставьте, колеса вот такие вот есть. А то и больше. Вот покажите вертолет-монтажер, самый мажорский, с самыми большими колесами, пожалуйста. Я тебе говорю, это такой же понт, как на машинах. Они сюда диски дорогие закатывают, там блатные всякие, Брабус, Баребус, АМГ. Вот. Это такой понт. Я тебе говорю. Короче, это... Надо дальше искать. Хорошо. Смотри, в оба оператор. Где-то что-то рядышком может залежаться еще. Я пока готовлю оборудование. Что? Смотри. Что это? Не знаю, что-то не похоже на ветку. По-моему, деревяшка какая-то, прям по цвету одинаковая. По цвету одинаковая. Сейчас проверю. Просто прям под деревом этим. А, ну да, прям под деревом. Смотрю, вот тут и здесь еще. Ого, не, сильно бьет, это железяка. А, да, да, да. Прям видно, что железное что-то. Ну, и как это может быть связано с вертолетом быть? Ну, типа лопасть. Подожди, нет. Номера какие-то. Блин, я знаю, что это. Помнишь, я тебе говорил, что, скорее всего, вот эта первая находка, которую мы нашли, это вращательная часть от хвоста вертолета. А это корпус хвоста вертолета. Тоже, опять же, монтажер, нам нужна ваша помощь. Покажите хвост вертолета, пожалуйста. И обратите внимание, друзья, что как раз-таки номер. Номер регистрационный у вертолета пишется как раз-таки вот на этой хвостовой части. Соответственно, я думаю, это кусок, отлетевший именно от корпуса хвоста вертолета. То есть, смотри, как я думаю. Скорее всего, дерево стояло, а он где-то вот в этой области, потому что летел слишком низко, как раз-таки за шасси цепанулся веткой. Та его утянула, и он задел хвостовой частью, собственно, вертолет был поврежден корпус, хвостовой частью он задел это дерево. И вскоре вот обвалился первый кусочек, и второй кусочек, который мы находили ранее, рулевое. Соответственно, в данный момент самолет не мог поворачивать. То есть, если у него повреждены эти части, то он может двигаться только вперед. И все, вперед, вверх и вниз. Налево, направо, накренеться он не может. Соответственно, я думаю, он должен был совершить где-то аварийную посадку вон там. О, смотри, лыжня, еще куда-то поехали туда. Значит, там что-то было, наверное, увидели. Или несколько этих лыжников работали здесь. Ну что, мы тоже идем. Вон еще лыжня, смотри. Вон, видишь? Вон, как-то они там, где-то там в центре смещаются. А вон, что-то на тропе прям лежит. Черное что-то, видишь? Да. Странно. Что это такое? Здесь не проверял. Смотри, здесь. Попадение какое-то. Не знаю, надо все эти дырочки проверять. Тут же сверху грохнулось. Уже снегом немножко западало. А-а-а, слышь, я знаю, что это такое. О-о-о, да, гнется тут. Это ветровое окно у пилота. Ну и у пассажира такое же, слева, справа. У вертолетов-то ведь такая морда угловая. Соответственно, чтобы там что-то передать. Или что-то там, не знаю, сказать. Так вот руку протянуть, не знаю. Там лопасти проверить. Вот. Для этого есть вот такие вот боковые стекла у них. Они такие вот. То есть, ну, там нет таких опускающихся, как мы привыкли. Они вот такие у них ветровые, боковые. Ну и, смотри, тоже, опять же, моя теория, что все ржаво. Вот. Не знаю, миллионер-то, походу, собака Перекупская был. А-а-а, так он, может быть, эти айфоны-то и покупал в Европе, и здесь перепродавал дешевле. Да, конечно. Типичный Перекуп. Ну и вертолет, он, соответственно, купился такой же. Под стать собаке Перекупской. Вот и шоркнуло один раз дерево, и все развалилось. Вот, а то, что ржавый, гнилой. Ну вот и все. Ну, слушай, если даже ветровое окно выбило, это значит, было еще одно столкновение. Ну где? Все деревья вроде целые. Хотя, о, видал? Ветка, да? Ветка гнутая, да. Ветка лежит. Вот здесь был удар, и сюда отлетело ветровое окно. Но если ветровое окно отлетело сюда, то что-то еще могло ведь выпасть, правильно? Тоже в эту сторону, то есть оттуда? Да, как-то вот так вот. По такой траектории сюда. Опа. Это что? Айфон? Так и написано, слушай. Ха! Все четко. Вот здесь же есть следы. Почему его не заметили? В натуре следы. Не знаю, слепошары, наверное, но он белый, сливаются. Ну да. Слушай, какой-то легкий. Черт. Так. Ребята, открываем. Еще товарный чек какой-то написано. Капец подстава. Кто-то нашел его раньше, забрал айфон, коробку выбросил. Офигеть. Кстати говоря, ребята, очень часто выходят вопросы. Вижу, когда видео с роботом, когда видео с роботом. Если вы до сих пор, просто мне айфон, у меня робот кое-что про айфоны рассказал недавно, я поэтому вспомнил. Поэтому, если вы хотите увидеть эксклюзивный видеоролик про робота, что-то интересное узнать и получать больше эксклюзивного контента про жизнь Дия, то переходите по ссылочке в описании прямо сейчас, и там вас ждет свеженький ролик про робота. Прям полноценное видео, больше 10 минут. Поэтому переходите, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также присоединяйтесь к нашему чату. Очень удобно и здорово, чтобы общаться со мной вживую, предлагать какие-нибудь идеи и все в этом духе. Вот этот наш чат. Вот, посмотрим, кто тут самые смешные штуки сегодня отправляет. Тимофей Комаров, ему передаем привет. Что еще тут, какую ржаку ребята отправляют? Максим Пак, так, тоже ему привет передаем. Так что, ребята, если хотите, чтобы вам тоже передали приветики, пистолетики, залетайте в чат, будьте активными. И это, и тогда мы обязательно тоже вам передадим привет в этом, в этой, ну сюда в этот чат можно зайти, только если вы вступите в наше сообщество Жизвье. Эксклюзивные клипы, эксклюзивные видео, фотки, мемы, ржака, все это здесь в нашей группе ВКонтакте, которую мы ведем специально для вас. И давайте до нового года постараемся сделать 10 тысяч подписчиков. Это будет хороший подарок от вас для меня. Ну каждый ролик там 100-150 тысяч, а то и миллион человек смотрят, а подписаться, блин, впадло на группу ВКонтакте. Сделайте доброе дело. А сейчас, потому что я расстроился, вот порадуйте меня немножко, надо искать еще айфоны. Вся эта история, она сходится, все слаживается, то есть новости нас не обманули. Правда, вот мы из-за тебя, оператор, слишком долго собирались, е-мое. Что из-за меня-то? А из-за кого еще ты вообще говорил, что я не найду? А я нашел это место, все указывает на то, что мы сейчас находимся, находим обломки вертолета и айфоны. Айфоны, правда какой-то старый айфон, наверное. Ребята, напишите, что это за айфон, как думаете? Я просто не разбираюсь в комментариях. Ну не болтайте, искать быстрее, пойдем. Пошли, пошли. Короче, блин, чем ближе мы к разгадке, тем больше я следов наблюдаю. Капец, мы здесь явно не первые. Вот следы какие-то непонятные. Вон там вот что-то, может это что-то и упало, но это не факт, что, знаешь, металлическое. Это может быть какое-нибудь алюминиевое или еще что-то. И мой металлоискатель просто там ни черта, блин, не видит. Так, здесь тоже нифига. О, вот там вот что. О, наконец-то сигнал. Что это у нас такое? Айф. Что это? Какая-то приборная панель ржавая. Или что-то такое. Здесь циферки замерзли все они набираются. Вон, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Буквы. А-а-а. Это для набора координатов. Для набора координат. Смотрите, вот так набираешь цифры, координаты. Это типа там ЕА, там это ИСТ, там ИСТ, УЭСТ, ПЭФ. Ладно. Я не пилот, я не разбираюсь у всех этих вещах. Но походу тот вертолет, который цепанул, а так жестко это вращало, крутило. Там, естественно, то, что окно выдернуло, там разгерметизация салона произошла. И вот это, видите, гнилая, ржавая панель. Она плохо была, видимо, привинчена. На соплях и на гниле было привинчено все после перекупских лап. Вот. И оно вылетело нафиг, видимо. Где-то здесь. А, так вот ветка, смотри. Вот, походу, какие-то детали прямо на эту ветку и упали. Вот на эту, да. Да, и все поломало, поломало. Это самое. Фигня. Блин. Сам вертолет я почему-то не вижу. Все больше и больше мы находим подтверждений. Но я не думаю, что он, раз он на такой низкой высоте был, то я не думаю, что, знаешь, он прям в щепки мог разлететься. То есть он мог нормально приземлиться. Да, повредил бы лопасти, что-то повредил. Но экипаж мог остаться в живых и даже невредимыми на самом деле. Потому что высота-то реально смешная. Если он на этой высоте цеплял, ну там, конечно, от скорости еще зависит. Ну, смотри, да все, лыжники здесь, короче, уже забрали. Походу, е-мое, это вообще какая-то жесть. Опа. Ха, металлоискатель мне помог, слышишь? Так, так, так. Смотри, в целлофане. В такой пленке, знаешь, сейчас в палетах переводят эти айфоны. Это как будто бы один из айфонов вырвался из палета и упал. Ну, конечно, лыжники уже все забрали, наверное, да? Офигеть! Офигеть! Новенький айфон, слышишь? Это что? Это 14 Pro Max! Офигеть! То есть они, видимо, один случайно не нашли. Случайно, видимо, один айфон они не нашли. Ну, о, а запускается! Он прям новый! Прям новье! Офигеть! Ну, чё? Чё, всё сходится? Офигительно! Класс! Давай дальше искать. На самом деле, эти приборные панели очень редкие и дорогие. Поэтому понятно, что она в таком печальном состоянии. И это... Приборная панель вертолётной навигации. Я посмотрел, спросил у знакомых. Так, ну вот смотри, можно, в принципе, по ходу по лыжне идти. И они нас приведут ко всем находкам. Или я не знаю. Вот там вот следы какие-то. Вот, туда следы ведут. До ёлочки кто-то ходил. Сто пудово под ёлочкой нашёл себе подарочек на Новый год. Во! Во! Ну, тут даже провода виднеются и всё такое. Ещё один, король. Тут чё, какой-то кусок? Бит Монс Драк. Киндер. Киндер. Сурприз? Походу. Вон, видался ли, подпалилось. Походу, ещё и пожар был. Это стопудово приборная панель от вертолёта. Вон, видишь, они подпалены здесь. Здесь кусок выдрало. Это так-то алюминий. Видал? Алюминий сейчас очень дорого стоит. Так что эту находку можем оставить себе? Не очень понимаю, конечно, как этим управлять. Ну, собственно, я и не пилот. Ну, то, что она гнилая, это стопудово. Пилоты даже не умудрились почистить свою приборную панель. Поэтому они и рухнули. Вон, там один, вроде бы, один пилот. Это от огня, от пыли там могло так случиться. Ну, так-то да, ты прав. Так-то, может быть, и да. Нам не эти штуки нужны. А что нам нужно? Нам нужны айфоны. Да, айфоны все спёрли уже, наверное, мне кажется. Не знаю, можем, конечно, ещё походить, но... Возможно, да. Ну, хотя бы один нашли. Ну, да, один это уже неплохо. Кстати говоря, ребят, пишите в комментариях, что нам с ним сделать. Разыграть или себе оставить или продать. А если вы бы хотели себе его забрать, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там, может быть, вам повезёт, когда-нибудь мы устроим розыгрыш и раздадим айфоны. Я всем обещаю, обещаю этот розыгрыш. Он будет 30 февраля 2023 года. Офигеть, ребята, я тут гулял случайно. Вон, смотри. Одним взглядом заметил. Ну, похоже, как овраг от падения. Нет, что-то круглое, большое. И смотри, и от него следы идут. Может быть, разбежавший миллионер с пилотом? Или что? Или, может быть, лыжники стащили? А? Ну, скорее всего, уже стащили там всё и ничего нет. Ты что хочешь сказать, что вертолёт чисто по болтам разобрали? Ты видел, сколько лыжников тут. И что, они все лыжники? Если им что, алюминий на палке надо, что ли? Авиационный металл, алюминий, он лёгкий очень. А, точно, точно. Там я слышал, что-то полтонны можно в рюкзак положить и ничего не почувствуешь. Офигеть. Короче, мы опоздали опять, ё-моё, а. Всё профукали. Там сто пудовое падение, точка падения. Или, может быть, слышишь, а может быть, он упал да взлетел. Смотри. Тут, блин, спириально взлетел. Открытое место? Да, что-то это. Может, это и не падение было, а аварийная посадка просто. Приземлились, там заправились, например, что-то поделали. Собаки перекупские, они же на коленке могут тебе машину собрать, разобрать. Починились, ну и пошли. И взлетели, да? Получается так. Получается так. Ну, хорошо, что хорошо кончается, наверное. В любом случае, переключение получилось интересное. Мы нашли целый айфон. Да, жалко, что только один. Наверное, остальные лыжники забрали. Вот, но надеюсь, вы поставите лайк под этим видеороликом, подпишитесь на канал. Ну и, конечно же, напишите ваши комментарии. Вдруг мы что-то не заметили или что-то интересное вы поняли в ходе этого нашего расследования из новостей. А с вами был я, Вестлав Смилов или Живи. А мы с вами увидимся. С вами все скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok